Всем привет! Особенно привет кормящим мамочкам, потому что сегодняшнее видео будет о моем опыте завершения кормления грудью именно на сон. Сейчас у нас еще остаются кормления во время ночного сна один раз и один раз с утра. Но приступим к тому, как же мы убирали кормление на сон. Начну с того, что у нас были кормления не только на сон и во сне. У меня ребенку сейчас два года, и собственно брала я кормление на сон где-то месяц назад. Для начала я подготовилась. Я купила себе много упаковок пластырей. Потом я нашла нашу бутылочку. У меня бутылочка Dr. Brown антиколиковая, те, которые у нас стояли дома. Мы привозили с собой еще из штатов. К слову, у меня ребенок не бутылки, не соски, не брал. То есть бутылки из бутылок одно время ел, когда был совсем маленький, ему месяца не было. Потом он у меня бутылки не брал, даже паильники не брал и соску никогда не сосал. Бутылку достала. Также у меня были подготовлены шоколадки, какие-то сухофрукты, фрукты, батончики. Я напекала много блинчиков, в общем. Сделала много... Наготовила много еды, которые он любит. Приготовила бананы сладкие. Именно я сделала акцент на сладком и на мучном, на том, что можно сразу перехватить. И подготовила я смесь. Если честно, смесь со смесью я сталкивалась очень давно, когда у меня только родился ребенок. И больше я к ней не прибегала. И это один из самых популярных вопросов, нужно ли заменять чем-то кормление на сон. Смотрите, тут все зависит от возраста ребенка. У меня смесь троечка, то есть от 12 плюс месяцев. Это у нас Валио Бэйби Три, детское молочко. Вот такое у нас стоит, потому что первое и главное, на что я обратила внимание, это то, что нет пальмового масла. И, конечно, это бренд Валио, который я сама давно знаю, которому я доверяю. И это финский бренд. То есть я рассчитываю на то, что там хороший контроль качества. Также здесь написано, что есть витамины, минералы, пробиотик, лютеин. И вот здесь также написано, что без добавления пальмового масла. Подготовила это все как временная мера. У меня было на готове. И у меня на готове была коляска и машина. Сейчас расскажу почему. Первым делом я вообще ребенку ничего не сказала. И первые три дня я его на дневной сон укатывала. У меня было поставлено графики, что первый месяц мы убираем кормление на дневной сон, второй на следующий месяц мы убираем кормление на ночной сон. Получилось немножко не так. В общем, первые три дня я его укатывала. Первый день укатывала в коляске, второй день укатывала в машине, третий-четвертый день я тоже в коляске укатывала. Я его укатывала четыре дня подряд. И вот на пятый день, в пятницу, я решила его попробовать уложить дома. Поскольку у меня ребенок привык, что он ложится на кровать, берет грудь и засыпает. То есть у нас грудь была как ритуал перед сном. В это же время, пока я вот эти четыре дня укатывала, я каждый вечер перед сном мы заранее ложились в кровать, читали книжки, потом я ему давала грудь. И ребенок засыпал. То есть у нас были книжки, книжки, книжки. И вот в пятый день, на пятницу, когда мы пришли домой, я заклеила грудь пластырем. Причем я советую на первое время брать такие пластыри, вот прям пластыри, которые фиг отклеишь. Прям такие, ух, чтобы держались. Ну, во-первых, некоторые детки могут попробовать их сковырнуть, еще чего-то. Я не при нем наклеила, я просто надела новый бюстгальтер, что тоже очень важно, потому что ребенок привык, что я беру бюстгальтер для кормления, открываю его, и он может кушать. Я взяла новый бюстгальтер, абсолютно новый для него, заклеила себе грудь. Днем, когда уже пришло время спать, а режим у нас был четкий, и как раз это мне и помогло его укатывать в коляске, то есть там на полчаса он сдвинулся, там он пока укатывался. У меня ребенок долго не хотел засыпать, но я его не укладывала. Мы ложились на диван, читали. Потом он вставал, мы дальше играли. Заметьте, это было не на кровати. То есть я постаралась вот эту ассоциацию кровать-грудь-сон убрать. Тем более он был уже привыкший 4 дня засыпать без груди и целый вот день до вечера обходиться без груди и без грудного молока. Я ему давала периодически воду вот в этой бутылочке. До смеси у нас не дошло. Но кто не пьет воду, или кто любит молочные, или компоты, или что угодно, в зависимости от возраста ребенка, когда ребенок меньше, то это скорее всего смесь, потому что ребенку надо поесть перед сном. Если постарше, это может быть какая-то кашка, если еще старше, это может быть компот. И вот у меня ребенку 2 года. Это может быть, собственно, все, что я перечислила до этого, но я налила воду. И он был, собственно, очень рад, заинтересован бутылочкой, немножко отвлекся. Он ее не сосал, он ее жевал. И, собственно, оттуда лилась водичка, он пил воду. В итоге у меня ребенок заснул не в 12, как обычно, а аж в 3 часа дня. На 3 часа позже режима он был уставший. Я его всячески... Он просил в грудь, я сказал, что... Нет, малыш, то, что давай играть, давай, та-та-та-та. Он полез ко мне под майку посмотрел, опа, пластырь. Очень удивился. Сказал, что нету. Он так показывает, что нету, нету. Я сказала, что да, сейчас молочка нету, нам надо с тобой так отдохнуть. На что он у меня начал вроде как-то расстраиваться. И я быстренько-быстренько... Ой, там книжечка, там игрушечка. Все, быстро отвлекать, завлекать. Спокойные игры. И он заснул у меня на руке. И мы так проспали полтора часа. Проснулся. Он, конечно, не в очень хорошем настроении. И я его опять быстро отвлекать. Мультики, игрушка. Сразу ему вручила банан. Сразу ему вручила сок. И так происходило несколько дней. Потом он у меня на дневной сон начал засыпать, но спокойно. Он как бы это принял. Но грудь он продолжал проверять. Поэтому мне нужны были лейкопластыри. И вот у меня пачки пустые. И я их постоянно переклеивала. И неделю мы обходились без груди на дневной сон. То есть включая эти четыре дня, когда я его укатывала, еще три дня мы укладывались. Он начал спокойно сам укладываться. И в этот же момент он у меня вечером на сон грудь уже не просил. То есть мы ложились, он не просил. Там уже когда совсем ему дежурно. То есть он вот засыпает, но что-то не то. Что-то ему мешает. Что-то ему мешает уснуть. Я ему первое время давала грудь. А потом я сделала так же. Я заклеила грудь. И он как бы принял правила игры. Он у меня на ночь грудь не просил. Особенно первые дни засыпал так. И уже ночью через два часа он просыпался кушать. На что я ему давала грудь. И даю ее сейчас. И так достаточно быстро мы отменили кормление на дневной сон и кормление на ночной сон. Но первое время все было гладко. И где-то еще через неделю, то есть через две недели отмены кормления на сон, у него начался протест. Он начал очень активно проверять грудь. То есть если я до этого могла пару дней заклеить и потом ему не надо было проверять, то он проверял каждый раз. Ему надо было просто между делом поднять майку, посмотреть, закрыть. Он не расстраивался. Просто уходил, проверял. Он достаточно беспокойно и достаточно долго засыпал. Но что для меня было хорошим показателем, то что ночные кормления не участились. Если бы они участились, это было бы показателем того, что мы как-то не вовремя отменили кормление, что еще ребенку рано. Но я смотрела по своему ребенку, что ему нормально, что у него не режутся зубы, что у него налажен режим, что у него все хорошо с питанием, что в общем все обстоятельства сложились на руку. И также я для себя приняла решение, что вот я иду до конца. Я готова, мне надо. И все. И тут же отвечу на самый частый вопрос. Я не даю ребенку грудь, он у меня истерит. Я начала отлучение от груди еще давным-давно. И начала его не с того, чтобы не давать ребенку грудь, а с того, чтобы, во-первых, убрать кормление между с нами. Это тоже важно сделать. И во-вторых, я начала с воспитания. То есть если у вас ребенок очень сильно возмущается и входит в истерику, если вы ему не даете грудь, понаблюдайте. Так же он возмущается, когда вы ему не даете что-то, что он хочет. Так же ли он возмущается, когда вы ему что-то запрещаете. Так же ли он долго истерит, например, когда вы уходите, или когда происходит не так, как он хочет. Если это происходит так, у нас происходило это именно так, то это проблема не грудного вскармливания, это проблема воспитания. И ее надо решать, начиная вот с этого. Если вы готовы переживать истерики, еще что-то, то вряд ли вы смотрите мое видео. Если вы готовы уехать от ребенка на несколько дней, то тоже это не о том. Я за мягкое отлучение, я в своей ситуации против того, чтобы уезжать на несколько дней. Но у вас могут быть другие какие-то методы, доводы. Я сейчас с вами разговариваю не как консультант по грудного вскармливания, а больше как мама рассказывала о своем опыте. И вот все, мы начали это с воспитания. Мы начали еще летом и убрали кормление на сон аж в октябре. То есть прошел очень большой промежуток времени, когда ребенок мог нормально реагировать на отказы, на то, что он не получает того, что он хочет, и то, что все равно все будет хорошо, и мама будет рядом, и мама даже если скажет, что нет, она его любит, и все равно ничего сильно в его жизни не поменяется. Смотрите, что происходит. Мне очень много пишут, я не даю ребенку грудь, он истерит, он заходится в истерике, я не выдерживаю и даю ему грудь. Происходит что? Ребенок очень умный на самом деле, он понимает, что где-то с первого или со второго раза, если вы так сделали, что ого, так, мне мама не дала то, что я хочу, не важно грудь это или что-то другое, у меня сейчас истерика, я хорошенько поорал и мне дали то, что я хочу. Он именно так и думает. И в чем тут, понимаете, загвоздочка, что если вы все-таки решите не идти у него на поводу, то ребенок может просто решить, что он недостаточно хорошо, недостаточно громко, долго орал и недостаточно хорошо показывал, как ему плохо и как ему хочется то, что вы не хотите ему давать. И тут как раз может возникнуть проблема, когда ребенок будет вами манипулировать. Повторюсь, что это проблема не грудного вскармливания, это проблема воспитания. Научитесь с ребенком сначала договариваться. Либо если вы все видите, что ребенок в истерике, что там он плачет, начинает захотиться. Я вообще за профилактику истерик. Как только ребенок уходит в истерику, мы его оттуда вытаскиваем. Играми, шоколадками, мультиками, книжками, планш, чем угодно. То есть вот из истерики вытащили. Не допускать истерик, это как с болезнью, профилактика. Нужна профилактика. Меньше истерик, меньше он будет в них впадать. Но если вы все-таки не можете, вот началась истерика, начинает ребенок плакать, там конючить, возмущаться, еще что-то делать. Не давайте ему то, что он хочет, пока он плачет, чтобы не закреплять вот эту вот причину-следственную связь. Договоритесь с ним, что сначала ты успокаиваешься, а потом я даю тебе то, что ты хочешь. По идее, в ближайшем времени ребенок должен понять, что чем он спокойнее, тем большего он может добиться. И что если мама сказала нет, то мама говорит нет. Либо с мамой нужно как-то по-другому договариваться. Тут вопрос в том, что вы должны диктовать свои условия. И здесь идет красот грудной скамень. Если вы сказали, что грудь мамина, и что сейчас нельзя, но потом, когда там то-то, то-то будет можно, ну либо вообще нельзя. И ребенок, он может возмутиться, он может поплакать, но если он знает, что он истерикой ничего не добьется, то с большей долей вероятности этой истерики не будет. У нас была именно такая ситуация, что когда у меня ребенок ходил в истерику, я ему давала, что он тут хочет, потому что это было проще, потому что, ну, знаете, такая вот, на, держи, только пожалуйста, не плачь, не ори, я не знаю, что с тобой делать в истерике, все. И мы как раз начали с того, что я тебе не дам то, что ты хочешь, пока ты не успокоишься. Вот ты успокоишься, и тогда ты получишь то, что ты хочешь. И это сработало, каждый раз было проще, 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 и потом он научился принимать отказы. То есть я считаю, это очень большая часть завершения грудного вскармливания, которая шла до этого как подготовка. Также еще хочу сказать, что несколько раз, когда ребенок хотел спать и никак не мог заснуть, я его носила на ручках, не укачивала, потому что от укачивания мы долго отучились. Я его носила на ручках, я давала ему бутылку. Это те привычки, которыми я не хотела бы его приучать. То же самое, как и укатывать в коляске. Это как замена одного на другого. То есть вы вместо груди теперь будете ребенка постоянно катать в коляске. Я так не хотела. Чтобы он привыкал к бутылке, я не хотела. Но я считаю, что это лучшая временная мера, и от этого отучить проще, поскольку это привычка, и эти действия недавно в жизни ребенка, и от них ему будет проще отказаться, чем от груди. Потому что грудь, это не то, что ребенок знаком с грудью 2 года, он знаком с ней всю жизнь. И он не знает, как спать без нее. А вот как без этого он спать, он знает. Это, наверное, на сегодня все, что я хотела вам рассказать. Когда я завершу полностью грудное вскармливание, я расскажу о том, как мы убрали ночное и утреннее кормление. Я думаю, что это произойдет до Нового года. Надеюсь, нам ничего в этом не помешает. У меня план такой. И спасибо большое за просмотр. Я желаю вам мягкого, безболезненного, эмоционально и физически спокойного вам завершения грудного вскармливания. Спасибо большое за просмотр. Буду рада комментариям, лайкам. И до новых встреч. Пока-пока.